Всем привет, дорогие друзья! Большой привет из отеля Солнечный! Давненько мы здесь не были, давненько в условиях пандемии точно не были. Давайте посмотрим, что у нас здесь изменилось, а самое главное, мы обычно сюда попадали зимой. А в этот раз вот впервые приехали весной, погода наладилась, посмотрите. Слышите, птички поют, вообще тепло на улице, 12 градусов, кругом сосны такие высокие. Пойдемте сейчас с вами заселимся и пойдем посмотрим территорию, что здесь и как. Вас у нас встречает, это ресепшн, это ресепшн. Здесь территория, конечно, очень продумана. Вот мы заехали, там ворота, заезжаешь вместе со своей машиной. Вот этот водоем, который там слева, мы ни разу до этого не видели, потому что вода была замерзшая. Вот. И вот оно здание, где расположен ресепшн. Пойдемте заселяться. Вот такая вот схема расположения, что, где, как. Вот так он справа вашего отеля, так и все расчетов. В общем, рассказываю вам очень важную информацию для тех, кто вдруг поедет в Солнечный. Значит, я его забронировала, ну, как мне на один день. Я написала официально, ну, как, забила в Яндексе официальный сайт Солнечный. Мне выдала сразу, ну, там, несколько сайтов. Я первой зашла, который там был, уточнила по стоимости. Вот мне сказали, там, 10 400. И я его, то есть мне выслали счет, мне выслали договор. И я его тут же оплатила. Потом только уже я посмотрела, что это был центр гостиничных решений. Что я не напрямую покупала путевку у Солнечного, а покупала у центра гостиничных решений. Это посредники. И у них дороже. Вот мы сейчас спросили специально на ресепшн. То есть так мой номер стоит, который мы взяли, 8 400, а я заплатила 10 400. На 2 тысячи дороже, потому что это были посредники. Поэтому обращайте внимание, кому платите. Ну, это так, на будущее. И мне тоже урок будет, конечно, на будущее. Ну, а теперь пойдемте быстрее заселяться. Так, и дальше все, пошла территория. Вот это вот корпуса впереди. А вот это вот помещение, это ресторан. Красота, да, Окса? А что там под куполом? Под каким? Под куполом там курили, по-моему, раньше. Да. Номера здесь есть абсолютно разные. Самые простые, вот я вам сказала, 8, даже 7 200, она сказала. Ну, в общем, наш 8 200, то ли 400. У нас вот такой вот коттеджик. Сейчас идем с вами здесь заселяться. А вот это чаша, видите, как в виде цветка сделана. Это спа-зона, и там должен быть бассейн. Нам дали номер на втором этаже. По-моему, мы как-то уже жили даже в этом номере. Если мне не изменяет память. Как-то было очень похоже. Так, здесь без карточки, без вставления карточки. Все можно вставить. Ну, вот он. Номер абсолютно-абсолютно простой. Чисто рассчитан на двоих человек. Максимум трое. Там, если ребенок посередине, маленький. Здесь есть телевизор, есть лампа, есть вот такое вот зеркало, холодильник. А воды нет, Оксана. Холодильник это все за дополнительную плату, что в холодильнике находится. Лампа есть. Шкафчик вот такой вот небольшой. Есть сейф, вешалки. Ну, в общем-то, как бы вот все, что нужно, все, что необходимо, здесь есть. Конечно, не для длительного проживания, но на несколько ночей более чем достаточно. Очень-очень чистенькая ванная комната. Из мыльных каких-то принадлежностей нет вообще ничего. Слушайте, а прикинь, мыла нет, Оксан? Я думала, мыла хотя бы должно быть. А может быть где-то какой-то дозатор есть? Ну, вообще, обычно всегда везде, в любых, даже в трешках, по-моему, мыла всегда есть. Нет, раньше я точно знаю, с халатами всегда было мыло, шампунь и халаты. Были халаты, я помню. Насчет халатов не знаю, но вот полотенце есть, мыла нет. Мыла нет. Может, здесь где-то? А, слушайте, вот смотрите, сейчас бы вас обманула. Здесь фен есть, вот оно, мыло, шапочки для душа и гелия, так что все есть. Просто я не открыла шкаф, обычно наверху всегда стоит. Ну, пойдемте, вид из окошка, посмотрим. Единственное, что, знаете, чего здесь не хватает? Какого-то маленького балкончика. Но здесь есть номера с балконами. С балконами номера здесь есть. Просто это будут большие номера. Во всяком случае, окно открывается. И вот она у нас вся спа-зона, огромная спа-зона, ради чего мы сюда, собственно говоря, и ехали. Потому что здесь самый потрясающий в Подмосковье бассейн. Там очень-очень много разных саун, джакузи, в общем, море всего. Мы сейчас все это с вами посмотрим. Быстренько берем с собой все необходимое. Идем, посмотрим на реку, пока что ее видно. И потом сразу же идем в спа. Что, спортсмены готовы? Почему спортсмены? Потому что, видите, сразу бегом. Не куда-нибудь, а бегом в бассейн. Хочется поплавать. Пойдемте. Смотрите на этажи. Вот это вот все из камня сделано. Красиво очень. Оформление. Так, все. Номер запомнили. Как номер. Номера запомнили. И где он находится. Потому что корпуса здесь однотипные. И можно заблудиться. Детская площадка очень хорошая. О, красота моя любимая. Вот он такой вот огромный центр. Спа. Вот эти чаши. Это бассейн. Надеюсь, что они работают. Пойдемте скорее. Вот здесь выдают полотенце. То есть с собой не обязательно везти полотенце. Но тапочки нужны. Вот здесь при входе эти фены. Фены, зеркала. Вот такое вот одно очень большое зеркало. Чтоб можно было посушить волосы. Все вот так вот сделано деревом. Так. Заход идет в царство. В царство счастья. Так. Тапочки здесь смотрите. На любой выбор. Кстати, здесь уже очень-очень жарко. Я сейчас вот здесь вот где-нибудь оставлю. Подальше. Оксану в прошлый раз украли. Здесь смотрите. Зимой такого не позволяет, чтобы открыто окошко было. Пойдем сразу в открытый бассейн. Я не очень хорошо помню, как туда идти. Но открытый тоже есть. В общем, смотрите. Ой, а полотенце-то мы оставили на лавочке. А полотенце нам не нужны? Нам же нужны полотенца. Слушайте, полотенце оставили. Это называется, знаете, когда дурная голова, ногам покой не дает. Вот такой вот здесь замечательный, очень классный бассейн. Вот там чаши наверху. Тоже это бассейн. Вот я хочу, наверное, сперва туда, а потом на улицу. Слушайте, зимой. Будьте внимательны, начинается холодная зона. А вот это первый плюс. Первый плюс отдыха весной, потому что здесь не холодно сейчас. Потому что на улице 12 градусов. И очень даже вполне комфортно. Пойдемте посмотрим, что там за чаша. Так, это первый уровень. Первый уровень чаши. Но мы пойдем дальше. Мы поднимемся еще выше. И идем вот в эту чашу. Ох, людей здесь совсем немного. Красота. Вон она, видите, нижняя чаша. А вот она, верхняя. Красота. Красота великая сила. В общем, ну, на улице 12. Здесь где-то, где-то, мне кажется, градусов 28. Водичка очень-очень теплая. Такая же, как у нас и в Green City. Как у тебя, Оксана, впечатление? Ну, мы сейчас... Не, мы сейчас здесь немножко покупаемся. И потом пойдем вот в бассейн, который здесь открытый. Открытый тоже, отличный бассейн. И много-много-много сауна. Ну что? А, подожди, или это детская зона? Хотели мы пойти в сауну? Нет, сауной пахнет, Оксан. Где-то здесь должна быть сауна. Здесь очень много. Смотрите, вот это, допустим, сауна с ароматом зерен. Здесь они какие-то умнички. Они даже показали здесь вот эти вот контейнеры. Идут с кофейными зернами. Сейн с морской водой. Ну, такой, совсем небольшой с морской водой. Здесь не знаю с чем, но глубина метр сорок. Наверное, вода холодная, мне кажется, здесь. Вот сейчас попробуем. Да, вода здесь холодная, так, знаете, после сауны. Выбежал. Выбежал сразу сюда. Это теплый бассейн. Теплый, ну, вот с детками, наверное, такой не очень большой метр сорок. Так, ну и пойдемте в сауну. Большую сауну. Сейчас мы с вами дойдем. Вот она. Это уже она, собственно говоря, и есть. Вот такая вот сауна. Она вообще, это, по-моему, самая вместительная сауна здесь. Посмотрите, здесь сидишь. Кайфуешь. Я помню, папа у нас здесь кайфовал. На самом верху. А в этот раз, видите, вирусы боятся, отказались наотрез. И вот так вот сидишь. Во-первых, прогреваешься. Во-вторых, смотришь. И вот такая вот она вверх. Большая-большая вверх. Дальше, смотрите, кто сильно перегрелся после сауны. Здесь сидит вот такой вот медвежонок. Вот. И он держит лед. Ой, как после сауны хорошо. Пересидели с перепугу. Знаете, как хорошо так вот льдом. Ой, какой кайф для кожи. И не только для кожи. Вообще для всего. Все. Лицо покраснело. Так. И, конечно же, у телефона, знаете, какая самая большая проблема, что он перегревается. То. Пропала моя съемка на некоторое время. В сауну нельзя с телефоном заходить. Вот перегревается. Вот такой вот вид здесь открывается на открытый бассейн. Где-то 27-28 градусов температура воды. Тепло. И вот смотрите. Вот это вот зона релакса. Там, где просто лежат. О. Вот здесь, кстати, теплая вода льется. А есть, где прям вот вы сидите в сауне и смотрите на этот бассейн. Наслаждаетесь вот этой красотой. Так. Вот здесь где-то тоже какие-то такие есть заплывы. Рукава такие. В одну сторону, в другую сторону можете заплыть. Вот она еще у одного из этих линий здесь. И все. Это уже конец. А, ну тут, видите, летом-то, наверное, вообще здорово. Стоят, наверное, шезлонги, скорее всего. И можно с любой стороны заходить. Красота. Что еще для счастья надо, ребята? Да? Что еще? Единственное, что, знаете, здесь же вот эти вот деревья стоят. Очень-очень высокие деревья. И, ну, соответственно, иголки тоже опадают. И вот они попадают сюда, в бассейн. То есть вы еще мало того, что просто в бассейн купаетесь, еще и принимаете, можно сказать, хвойную ванну. И, ну, и, ну, и, ну. И, ну, и, ну, и, ну. Субтитры подогнал «Симон» 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 то есть через не хочу да вот иногда вроде бы не охота там это еще и зачем вот она того не стоит а приезжаешь и получаешь такое наслаждение вы просто такой как что ну я всем просто этого желаю потому что перезагрузка обязательно нужно каждому речь идет не обо мне до отчего ты там постоянно устает что ты везде ездишь а речь идет о том что любому человеку просто нужна смена обстановки и обязательно потому что мы не роботы мы и люди а однотипность она убивает наслаждение жизни даже не убивает неправильно прикупляет наслаждение жизни в общем дорогие друзья я всем желаю как всегда добра удачи позитива всего самого хорошего отличного настроения на этом моменте я с вами прощаюсь ну а следующее видео будет ужин в спа-отеле солнечном вечер наши приключения продолжаются увидимся с вами пока пока удачи